На стене профессионально-педагогического колледжа по адресу Московское шоссе 82 появились две мемориальные доски, посвященные героям двух войн, чеченской и афганской. На их открытие собрались студенты учебного заведения, депутаты городской думы, представители общественных движений и военно-исторических клубов. Герой – увековеченные на досках выпускники колледжа. Александр Великанов погиб летом 1987 года, исполняя интернациональный долг в Афганистане. Андрей Урусов погиб 20 января 2000 в Чечне. Оба были спортсменами, оба любили свою родину и были обычными ульяновцами. Обычный мальчишка, добрый, веселый. Любил животных, помогал всем, детей любил, спортом занимался. Считал, что армия школы для мужчины. Он служил в Казани, и вот в Тарачченске они с Кировским обоном поехали в Чечню. Это был штурм Грозного. Он погиб 20 января. То есть несколько дней как раз был штурм. Самые такие дни были. Штурм Грозного. Подробности коротких, но светлых жизней ребят можно узнать в музее колледжа. Экскурсоводы расскажут о каждом. Мы с вами можем увидеть Александра Великанова, который погиб в Афганистане. Это человек, который был очень спортивный, любил заниматься общественной деятельностью, был командиром юноармейского отряда и представлял Ульяновскую область в городе Тамбове. Здесь мы видим его юноармейскую форму непосредственно и фотографии, где он находится. Колледж – настоящая кузница кадров. На его счету не только воспитание героев, генералов, политиков. Многие и сейчас успешно трудятся. Я очень горжусь тем, что учусь данным учебным заведением, ибо из его стен было выпущено очень много хороших людей, которые добились высоких результатов как в военной деятельности, так и в плане, как сказать, в плане правительственной деятельности тоже. Кого ты можешь назвать? Да, первым делом это Панчин Сергей Сергеевич, который в данный момент является мэром нашего города Ульяновска, конечно же. Потом это три наших генерала. 15 февраля – памятная дата, которую многие в нашей стране считают своим личным праздником – День вывода войск из Афганистана. Тематические мероприятия в колледже продолжаются. Это и военно-спортивные игры, и баскетбольный турнир, и лекции в музее. Наша сегодня задача нашего поколения – не дать возможность переписать историю. В истории книгов по истории в школах на четырех страницах написано о Великой Отечественной войне. А про Афганистан вообще одной строкой. Это неправильно. Наша задача сегодня ребятам довести о том, как было и что было на самом деле. Через пару дней в Ульяновской области пройдет целый цикл мероприятий, посвященных Дню вывода войск из Афганистана. Центральные пройдут в областном центре. 15 числа мы вас всех приглашаем на возложение цветов. Будет сбор в 9 часов в районе Драмтеатра. Это площадь Соборная на окраине буквально. И мы будем в 9.30 будет колонна выдвигаться в сторону площади 30-летия Великой Победы, где есть у нас памятник афганцам. В 10 часов возложение цветов. Затем там же пройдет митинг реквием. После митинга можно будет угоститься кашей в полевой кухне. Ветераны Афганистана ждут гостей на свой холодный февральский, но горячо любимый праздник. День, когда на чужбине перестали гибнуть наши бойцы. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.